Якут-Цемент готовит специалистов для работы на новой технологической линии. Все они будут обслуживать третью печь, которая обеспечит стопроцентную потребность республики в цементе. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В последние годы Якут-Цемент вступил на новый виток развития. Происходит обновление предприятия, модернизация производства, ведется масштабное строительство третьей печи. С ее ввода мощности завода вырастут до 500 тысяч тонн цемента в год. Запуск планируется в первом квартале 2018 года. Третья печка – целый комплекс объектов. Там новые шламбассейны, новые фильтры, новые мельницы, новый гриферный склад, новые мельницы 100 тонн в час цемента тонкомолотого. Поэтому очень требуются хорошие специалисты в всех подразделениях. Везде высокое технологическое оборудование, современные технологии, управление автоматическим процессом самой печи. И мельница очень современная германская оборудование. Поэтому без хороших кадров эта оборудование стабильная работа обеспечит трудно будет. Поэтому мы серьезно готовимся к этому вопросу. Подобрали, естественно, своих работников, которые многие готовы перейти на новом подразделении, работают. Для работы на новой печи предприятие подготавливает 70 специалистов. Все они проходят курсы повышения квалификации или осваивают новую специальность. Виталий Савицкий поступил на работу в Якутсимен в 2010 году в качестве транспортерщика горячего клинкера. А теперь вместе с еще пятью коллегами обучается на помощника машиниста вращающихся печей. Обучение началось у нас три недели назад. Мы обучаемся полтора месяца учимся. Рассказывают нам про котлы, про печи. Сколько человек обучают? Шесть человек у нас обучаются на новую печь. Потом после учебы будет через неделю, сейчас вот экзамены мы зададим, потом начнется практика. Будем проходить на котельной, уже по смене будем проходить. Всего в этом году из заявленных 70 специалистов обучение пройдут 36 человек. Из них 30 уже получили специальности электромонтер, слесарь КПА, стропольщик, машинист мостового козлового крана и оператор газовой котельной. Биолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Англасский УВУЗ.